Здорово, парни! Воркаут-школа снова здесь и сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Очень много новичков, которые начинают делать горизонт, спрашивают, как же отойти от закрытого горизонта, сколько нужно держать закрытый горизонт, чтобы начинать работать дальше, да, и раскрываться, допустим, горизонт ноги врозь, и как это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно эти темы мы захватим и, как всегда, начнем с небольшой теории, постараемся меньше говорить, больше показывать. Естественно, начать стоит просто с того, что мы покажем, как же выглядит закрытый горизонт. Ставим руки, как обычно, под 45 градусов, разворачиваем кисти, напрягаем спину, уводим плечи вперед, грудь выжимаем в себя и прижимаем колени к груди. Примерно так выглядит закрытый горизонт. Для многих атлетов именно этот уровень становится очень легким, и они достигают просто невероятных результатов очень быстро. Доходит до 30 секунд и даже больше удержания. Но на самом деле всего лишь 5 секунд достаточно, чтобы двигаться дальше. И более того, не стоит привыкать к этому положению, потому что здесь ваш тазобедренный сустав, и ваши колени, и ваша грудь находятся в неестественном для горизонта положении, но в самом простом положении для вашего тела. Тем самым, привыкнув держать это положение, вам будет очень тяжело раскрыться. И многие делают вот такую ошибку. Они привыкли держать закрытый горизонт и при раскрывании делают это за счет поясницы. То есть напрягают поясницу и стараются вывести ноги. Это абсолютно неправильно, потому что, включая поясницу, прогибая ее, вы заранее получаетесь в неправильном положении в такой лодочке. И это движение поясницы также ведет к тому, что вы проваливаете грудь и уже не можете держать так называемую позицию полого тела, или как она у нас называется, круглую спину. Допустим, вы уже дошли до такого уровня, что держите закрытый горизонт достаточно просто, достаточно уверенно в нем, буквально 5 секунд. Как же, что же делать дальше и как избежать ошибку, которую мы только что показали? Вам нужно взять, допустим, вот такие параллельцы. Если нет их, даже просто поставить книги, чтобы появилась какая-то дополнительная высота. Затем садитесь в положении полузакрытого горизонта, то есть под 90 градусов у вас колени и тазобедренный сустав. И затем вжиманием груди в себя, вот этим движением, и уведением плечей вперед вы стараетесь себя приподнять. Выглядит это так. Это положение называется полузакрытый горизонт. Затем, когда вы будете более уверены в своей спине, в уведении плеч вперед и вообще в этом положении, убираете параллельцы и пытаетесь сделать то же самое, но за счет вашей спины, горба и за счет уведения плечей вперед пытаетесь это сделать на полу. Как вы видите, я не прогибаюсь в пояснице, я вообще ей не работаю. Работает пресс, для того, чтобы закрывать меня, работают все приводящие мышцы, работает грудная мышца, работают зубчатые мышцы, работают плечи. Также с помощью такой техники вы можете поработать над вашими передними дельтами, ну и вообще над мышцами плеч. Развернете кисти в сторону ног, то есть пальцы, чтобы смотрели в сторону ног, и делаете то же самое упражнение. Пытаетесь просто себя поднять спиной, не работая поясницей. Как бы выдавливая себя и наклоняя вперед. Это даст вам очень хороший толчок и начало к изучению горизонта обратным хватом на турнике, допустим, и также самое начало и подводящее упражнение к самолету. Овладев этими основами, как правильно начинать раскрываться, для вас уже не составит такого большого труда перейти к положению раскрытого горизонта, то есть ноги врозь или затем ноги вместе, потому что вы уже будете понимать, как держать вашу поясницу, как вдавливать грудь в себя и как все больше и больше переносить плечи вперед. На этом все, друзья. Это был короткий ролик. Такой небольшой совет для вас о горизонте. Многие спрашивали, и у многих есть эта проблема с закрытым горизонтом, и я надеюсь, это видео вам помогло. Также мы планируем снимать прогрессии на горизонт, и вообще вот такие вот небольшие советы для вас. Что вы об этом думаете, дайте нам знать в комментариях, потому что нам нужна ваша обратная связь. Спасибо за просмотр.